Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Евангелие от Матфея, 24 глава, 8-9 стихи. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Можно ли это как-то поправить? Христиане, их сравнивать нельзя даже. Речь шла об апостолах, ясно дело, о последователях. И все вы возненавидены будете. Когда апостолы-то услышали это, что у них на душе было, куда мы попали. И дальше говорится о гонениях, и дальше мы знаем, как история все это подтвердила. И Господь не сказал, что это будет в начале, потом будут средние века, и все будет наладиться, храмы будут строить, перестройка будет, и больше никто вас не тронет. Нет, речь шла о кончине мира. Я сегодня буду говорить, потому что я обещал дальше, 24-й глуп по порядку идти, показать, какое должно быть у нас отношение к событиям. Так называемое алармовое состояние. Не все, может, и знают это слово. Аларм – это тревога. И так это вошло в название. Алармовое состояние. Мы должны быть очень напряженно жить сейчас. И так Господь говорит, бодрствуйте, ибо не знаете, в который сейчас придет Господь. Если бы знал хозяин, когда вор будет подкапывать, он бы стражу выставил. И при том закон был какой, если на той стороне уже за ограду, он выскочил вор, и ты убьешь, будешь отвечать. А если один его держать, а другой за топором сбегает и зарубит на территорию, отвечать не будешь. Алармовое состояние. Колокола звонят со всех сторон. Я буду говорить не только о том, что написано в Святой Библии, но о событиях последних дней вчерашнего дня. Вчерашнего. Вчера западный мир справлял 25 число, было Рождество Христово. Как они встречали его. И вышел какой закон один, его почти никто не знает. Нет, Господь меня побудил ночью быть здесь, и ночью мне уже это сообщили. Приготовьтесь. И скажите, что это для меня Бог сказал. Когда Господа не приняли, Он говорит, я пришел во имя Отца моего, и вы меня не приняли. Но иной придет во имя свое, иной его примете. С под словом иной понимается всегда Антихрист. Ну, мы же знаем, что так написано. И будет Он царствовать. И откуда Он придет? Из колена Данова. Израиль разбитый на 12 сыновей Якова, 12 колен Иудина, колена Христос. Отлевия священства. Ну, по порядку все это. И сегодня автобусы в Израиле ходят, и название каждое, это Иссахар, по названиям апостолов. Маршрут, который идет. Я буду говорить не только то, что в Библии, чтобы не было недопонимания. Ян Златоуст говорил о том событии, которое случилось сегодня. Он говорил, идите в храм. Вы же говорите, у вас нет времени. Иди в храм, и тебе будет на все время. Бог тебе покажет, что главное в твоей жизни, и ты выделишь для храма. Вы знаете, что сегодня случилось на ресталище? А там колесницы были. Шины и резину не изобрели, не было. Железные колеса были. Ну, и готовится свадьба принца. Колесницы, какая первая придет. И сорвалось, и прямо на него. Его сбили, и колесо проезжает по шее, и голова откатилась. И Ян Златоуст сразу это берет в основание. Был такой человек, который там ем, много делал зла. Но власть держалась. И вдруг, видимо, как сегодня президент, так вернулся от него. И вот, пожалуйста, Лужкова уже нет. А теперь открывается, с какими он знался людьми. И точно так тогда было. И вот он этого человека, теперь ему смерть, его ловят где-то. И он нашел место, убежище. Убежище было не в храме, а только в алтаре. И он проскочил в алтарь. И он его там держит. И когда ему нужно выйти, видимо, было в отбор. А туда ведро не затащишь, он его рязко прикрывал. И он Златоуст и выводил этой в тропе. Заботиться надо о них. Не повредить каноны церковные. И напрячься. Какие события? А события очень разные бывают. Находятся Смутьяна, Алексея там разные. Слава Богу, что арестованные. Я прямо говорю. И тогда точно так же были. И они нечего не думают случаи, как накинуть петлю на статуи императора. И потащили ее по земле. Так просто император, когда он был самодержантом. И ему не надо нажать, что депутаты. Первое, второе чтение будет. Он сразу принимал решение. Вот во времена Амбросии было так. Когда провинились, он сразу же послал на стадион. И они рубили подряд, кто только попадался. Один приехал издалека. Сыновьям охота показать достопримечательности. Два сына сидят. Красавцы, офицеры. И вот только один вопрос задали. Какой сын? Сразу его убивают. Вот эта же история могла повториться на этот раз. И сразу же посыльная, мобильная, не было телефона. Колесница помещалась в столицу. Ян зато воспонимает, беда громадная нависла. Давайте и мы тоже пошлем своих. Флавиан, епископ спрашивает. Давайте. Посылают с большим опозданием. Теперь, господи, та-то колесница уже впереди. Сколько часов прошло. Там тоже кони золотые. И у них ломается что-то. Они останавливаются. И эти приходят немножко раньше. Те, которые от Яна Златоуста были, сразу к императору. А в это время те приходят. И сразу добиваются аудиенции. И говорят, знаете, что они... Они уже выслушали от Яна Златоустых. Вот они там с колен не встают. События мирские, но они у него в проповедях идут. Первый том все это высветил. Вы знаете, ваше императорское вещество. Они когда вас тащили, у вас на лице грязь, там глаза попала, длина, то другое. Он император уже этих-то выслушал. Да нет, вроде чистое лицо. Речь сейчас о статуе, а не о нем. И эти сумели победить. И беда прошла мимо. Конечно, он решил их право получения бесплатных каких-то дотаций, как сегодня, если нравится, там отпускает какие-то деньги на события, на спорт. А та по-другому была. И вот сегодня что произошло? Сегодня. То есть в этой которой ночь. Поставлена задача переписать книгу бытия. Примерно 24 богослова получили это задание. Слава Богу, пока еще не наши, не православные. Чтобы они доказали, что в космосе есть то, чего мы не знаем. И мы это можем доказать, говорит, в течение 100 лет или в течение одной недели. А неделя подпирают. Вы знаете, сколько те годы писали об НЛО. Какие там на плоти нентеяне, какие у них глаза. Все это рисовали. Но люди говорят, я попадал, меня не поднимали, я аппарат видел. И отрицать нельзя. И НАСА все собирали. И НАСА, это национальное агентство космических дел, которое образовал лично Дуайт Эйзенхауэр, президент бывший, с условием, что эта организация никому не причиняется, только непосредственно президенту. И вот сегодняшний президент теперь все это открывает. Никому не подчиняется. У нас такого нет в государстве. Все, вроде бы кто-то там ходит. Здесь один человек знает. И теперь в космосе жизнь найдена будет. Сегодня ночью может быть. И доказать, что там тоже есть спаситель, который спасет людей, которые покоряются власти. А вот он как раз и придет. И поклониться. Уже приучили сначала, чтобы работу не потеряли. Давайте что-то вам сделаем. Работу не потеряли, жизнь потеряли люди. Постепенно. Не купить, не продать. Нас уже ввели в этот курс. Это сегодня. И они запустили туда телескоп. Еще телескоп. У нас в лагере привозили телескоп. Доллар два стоит. Не упадите. Два миллиарда. Миллиарда. Это подводная атомная лодка. Вот два миллиарда. Умножьте хотя бы на 60, на 65. И вы увидите, сколько это миллиардов наших деревянных будет. Сегодня запускают в космос. Будут найдены доказательства. Есть иные жители. А они уже себя показывали неоднократно. И они явятся. Когда это тогда было, мы писали верующие тогда, потому что это сатанинская сила. Она временами является. И перед концом мира явятся. У меня это в книгах все это отображено было. Как знать. Бог показал это тогда. А они только сегодня это публикуют. Первое Петра. 4, 15, 17. Я продолжу это. Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но пострадал я Бога за такую честь. Ибо время начаться суду с Дома Божия. Если же прежде нас начнется, то какой конец не покоряющимся Евангелию Божию? Я думаю, что находящиеся у нас сегодня здесь в храме, в этом маленьком таком, все веруют в Бога, веруют, что написано в Библии, и они верят, что это будет. То, что Бог предсказал. А Он предсказал, будете ненавиденны. За что? За сопротивление. Вы знаете, план Далиса был какой. Постепенно мы разложим народ, через сек, через занятия, ну и все остальное. Это к этому подошло вплотную. И есть мнение у святых, что венчать этого последнего правителя будет православный патриарх. Владимир Соловьев прямо пишет, почти 99% священства примет его как мессию. Вот это алармовое состояние. Помолитесь, я просто вам сказал, что это есть. Наса, там работают люди хорошие. Они-то не знают просто так. Я с одним из них встречался, беседовал, был у него, что есть, он епископ православной зарубежной церкви, Александр Миллиант. И он у нас, ну, сам в Бразилии был архиепископом или епископом был. И я у него был в Лос-Анджелесе. Так что организация, она делает, что задали. Только и все. То есть космические корабли летели в этом. Но постоянно шла задача исследования. Мы можем это сделать в течение одной недели или сегодня к вечеру. Объявим, найдено. И бытие написано неправильно, переделать. Простая система. Это сегодня ночью было сделано. И когда? Когда сделаем это на Рождество. Прямо в программе. Рождество вчера было, и поэтому богослову сразу вначале ответ давать. Это можно доказать. Потому что мы не знаем, нигде не ограничено, что Бог сотворил человека, и больше ничего нигде не будет. И вдруг оказывается, князь в господствующей воздухе, есть ангелы, архангелы, а может быть другая цивилизация есть. Я сегодня здесь будем считать. Запомните слово треть. Ну, треть. Ты получил 3 рубля. Треть это 1 рубль. А если 3 миллиарда, 1 миллиард отдай. Если на Земле сегодня без нескольких миллионов, с амблям рядом 8 миллиардов. 8 миллиардов. И задача, которую ставят сатанисты, сокращение населения, она не состоится в полноте. Только третья часть. Сейчас мы увидим в Библии. И третья часть всего, что есть на Земле, погибнет. Перечисляется. Вода, воздух, леса, трава. Третья часть везде. Ну, не все это помнят. Мы сейчас прочитаем. Это 8 глава. Итак. 1 Фессонетисам, 2.14-16. Первый прочитали Петра. Только бы не пострадали мы, как злодеи, посягающие на чужое. Я к одной пришел, сестре. А сколько получаете пенсию? Так можно было и не спрашивать. Я посмотрел, такая пенсия большая. Кем уборщица работала? А как такая пенсия большая? Ну, у меня знакомый один там, профессор. И сделал так, что я на севере работал на золотых приисках. А лежит уже на смертном адре. И ей такую пенсию, ну, на севере, холодно, золотые прииски. И я пришел к ней буквально, может, на этой неделе она уже умрет. Я говорю, сколько есть сил, постарайся, чтобы скорее это неправда обнаружилось. Скинь это с себя и скажи, я обманщица. А кто ее побудил к этому? Зять. Зять побудил, он профессор. Он умный. И он придумал, что еще будет с такими пенсиями-то. Значит, всякая неправда должна быть истреблена. Мне пришлось много проповедовать в вузах, в тюрьмах, когда людям уже срок был, вот завтра, послезавтра. Ну, и ясность уже светит, большой срок. И он вдруг покаялся. Встал на колени, плакать стал человек. Я говорю, Володя, у тебя, может быть, уже допросы были, ты солгал. Конечно, лгал. Да как же ты теперь молишься здесь? Ты должен вызвать прокурора по надзору, следователя, и сказать, ты обманывал. А почему он работает в Бийске, аппаратурный какой-то завод и какие-то большие аппараты, и он бесплатно развозил. А кого он, не знаю, такого начальника КГБ Алтайского края? Да не, он со мной что угодно сделать. Об этом тебе не надо думать, за эту жалкую зезнёшку сцепился. Перед Богом виноват и скажи всё. Но ему срок большой и что только условно дадут. Вот как Господь делает. Притом, это неоднократно у меня было. Я прошу всех, просмотрите свою жизнь, посмотрите, где я. Тобой не обиженный, там просить нечего. А он обижается, но это его вопрос. Но если ты его обидел, не дадал, там проще освободить душу от этого надо. И поэтому люди, которые не знают, что эта аларма в состоянии наступила, подскажите им, приведите в порядок. Господь сравнивает приход свой с приходом вора, как-то неприлично вроде бы. И приход свой с неба с трупом, где труп там соберутся орлы. Мы должны понять, что речь идет о распятом теле его. Он показал, вложи. Дальше. Деяние 12.1.2. Мы фессалоникийцем не прочитали. Не прочитали? Первый фессалоникийцем, два. Так, первый фессалоникийцем, 2.14.16. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам, говорить, язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается для них гнев, до конца. А как он пишет? Он пишет о родных по плоти ему, иудеях. А сегодня сразу антисемит. Но Павел антисемит, он заботится о своем народе, он готов быть выщеркнутым из книги жизни, чтобы их спасти. Не надо этими фразами, шаблонами разбрасываться. Павел любил народ. И чтобы быть выщеркнутым из книги жизни, и пойти, только три человека, я знаю. Это Моисей говорил так, Павел и Серафим Саровский. Больше никого не слышим. Ну и говорят, опять же, по неразумию. Кто там был? В аду ты был хоть одну секунду? Нет. Ну и поэтому. Ну просто, когда я готов, да не готов. Когда до дела дойдет, руку положи на ту свечку-то, подержи, чтобы дырка получилась. Не получится. А над ним святым так и сделали. Положили ему ладом, жертву, кусочек мяса, и над огнем руку закрепили. Как перевернешь, а там жертвенник упадет, ты принес жертву. И он стоял, пока не прогорело, и через ладони посыпалась лиз. И житописатель, как Дмитрий Ростовский говорит, это плоть не выдержала. Он выдержал. Вот как было. Вот это состояние. Перед самым концом будет император Дио Клетиан. Были разные деки, там, Юлиан Отступник, гонители. Но этот регулярно начал. Четыре дикта издает. Первый. Изъять все христианские книги. Мы стоим на пороге. Сколько лет уже говорят, Ютуб не нам принадлежит. И открыть свою надо, Ютубу. Но если там хлопнут, в один день у нас все исчезнет. А у нас там не перечислить, какое сокровище. У меня только надо одном просмотров 64 миллиона. А их три канала. И все там стоит. 22 тысячи только пайлов на одном. Электричество погасло и считать нечего. Приобретайте книги. Евангелие. И книги ты можешь где угодно уйти, спрятаться и считать. А электричества нет, ничего не будет. Аларма в состоянии. Потревожьте свою душу. Ударят пусть все колокола. Приготовиться. Мы стоим на последнем повороте буквально. И теперь сегодня в священник выступил один и говорит, как будут вести себя иудеи, если узнают, что он воцарился. И тут же сразу показывает, идет съемка прямо в синагоге. То есть сегодня это все можно увидеть. Мы должны молиться за еврейский народ, благословлять его, не проклинать. Почему? Это написано. Не из России придет, говорят, антихрист явится в Москве, там, в Питере. Не обманывайте. Где явится, мы не знаем. Но происхождение точно указано. А где у нас? Написано с той стороны. Яков, когда благословлял на смертном одре детей, каждому говорил, что дошел до Дана и руки задержали. Дан сделается аспидом на дорогах, змеем. И всадник упадет назад. То есть он видит его, какой он будет. Всадник, который думает, скачет, уходит, не уйдет. Самая сильная, самая лучшая контрразведка сегодня в Израиле. Не в Советском Союзе, не в Америке. И так, что искать верующих не надо. А кто-то спасется, спасется. Все творите в моем воспоминании, при счастье, доколе он придет. Вот одно из этих событий. И ради избранных не восхищены будут, как учитесь, сектант-теоретики. А церковь на земле будет. Ради избранных сократятся те дни. Диоклетиан издал первый эдикт. Страдом второй. Арестовать всех священников и киреев. Третье. Разрушить все дома. Четвертый эдикт. Кто знает, что ты христианин, что у тебя в руках есть, бей, не жди сюда ничего, половина имения твою. И началась охота за ними. За нами. И почему, когда в последнее время придет эти святые, которые все претерпели, и когда Константин пришел к власти, они пришли на собор и сидят, некоторым так подошел, что, ну, пытали меня, на раскаленный брусок железа руки ложили, а тут амнистия пришла. Константин воцарился. Да, царь Константин, император, целовал эти руки. Сегодня даже исповедника найти трудно. Мы привыкли, дети учатся в университетах, квартиры, ну, все у нас есть. Дачи, несколько еще квартир где-то подарить можно. И все это кончилось одним разом. И начали вылавлять христиан. Потому что христиане, которые убиты, они на небе, и души их поджерстниками выпьют. Да коли, владыка, святые истины, не мстишь за кровь нашу. Господь будет сказал, все, нет, отомстим тогда, когда дополниться число убиенных. Не хватает еще там, которых будут жертву приносить. Мы стоим, может быть, по милости Божией кто-то из нас окажется там. У нас в Потеряевке храм называется в честь святого Анфима Некомедийского. Я знаю их, насчитывал жития, симфонию составлял и скажу, в книгу Генис он был бы занесен. Это единственный архиерей, который всю общину возвел на небо, всю. Ну, может, как у нас в Потеряевке, там 30 человек. Нет, 32 тысячи. Вот какие были общины. И вот представьте, воинам дан указ сегодня всех. Или они принесут жертву, или сжечь. И они идут, воины, перед ними видят, выскочила женщина с ребенком. Видно, что дверь не закрыла. Бежит впереди в это войско, с кем он идет. Остановить. Куда ты бежишь? Дверь не закрыла. В храм бегу православный. А ты знаешь, что готовимся сегодня сжигать всех христиан? Знаю. Там наш силовик среди тех, которые казнить будут. Он нам сообщил. Так ребенка зачем берешь? Чтоб со мной дитя было в раю. Мы достойны этого. Вот он аларм, когда они жили, ждали каждую минуту, и она наступила, внезапно указ пришел. И ни один не вышел. Ни один. Хотя им предложили, кто желает выйти, а выйти из храма, рядом стоит там треножник, там принести жертву, один кусок мяса, бросил, иди домой, гуляй. Тебе справка дана, как сегодня коды, эти разные карточки. Все, это все было. Еще радостное известие было на неделе, скажу попутно. Патриарх Кирилл такое послание дал. Все загадывали. Мы молились о нем. Бог ответил на молитвы. И он сказал, что делает? Разделяет наш народ. Это никто не ожидал от Патриарха. По каким-то этим этого не должно быть. А они первым уже в рассмотрении Думы уже проводят закон этот. И слово Патриарха это не мое слово. Усильте о нем молитву. Он вышел как настоящий герой. Не поэтому надо определять, что ты тобой делали или нет. Тем более, это все теряет силу через 5-6 месяцев. Сегодня уже указывают. 38 стран объявили о приходе новой болезни по другим названиям в виде молекулы. Почти в 700 раз сильнее. И одна треть может уйти легко. Это все сегодня тайны в этом не делается. Я для того это говорю, чтобы показать Священное Писание нас предупредило. Третья часть. А куда бы мы хотели попасть? Нас никто не спрашивает. А все-таки нас никто не спрашивает. И помолимся о тех, которые попали, которые по неразумию что-то делали с собой. Думая, сохраниться на работе. А всех молиться надо. И особой молитвы требуют те из колена данного. Мы сейчас будем читать об этом. Книга Амоса. Восьмая глава. Одиннадцатый стих до четырнадцатого. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошел на землю голод. Не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господня. И будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку еще слово Господня и не найдут его. В тот день и стоевать будут от жажды красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой дан и жив путь Версавию. Они падут и уже не встанут. Жив Бог твой дан. Вот и все. Это где-то там 600 тысяч лет назад было сказано. Жив Бог твой дан. Больше ничего. Ну, с маленькой буквы Бог. Они клянутся этим Богом. Это будет время. Вы подошли вплотную, вплотную подошли в эту ночь. Вчера. Доказать, что в космосе есть, а они есть, прилетали. И скажут, а мы главную не показываем. Он придет и называется спасителем тех, которые пред Христом не склонились. Настоящее спасение только от нас. А это была проба такая. Хоть заходи, хоть весь магазин бери, она выходить тебя остановит. Нет у тебя чего-то. Доказательств нету. А сегодня больше доказательств. Это все остальное через полгода не имеет никакого значения. То есть постепенно подталкивает к одному. И последнее будет 666. Зашифровка. И это нам написано в 13 главе Откровения. И уйти никуда нельзя. Сколько на эту тему священники сегодня говорят пробуждаются, видят. А другие прямо с капитры укоряют. Вот стоит один митрополит, можно даже и сказать, кто-то тайны никакой нет. И Тихон, говорят, он исповедует Путина. начал говорить. Поплыл куда-то. Женщина одна. А ты почему без этого? А сам уже несколько раз. Прямо стоит уже видно, что надень. Да еще в черной одежде монаха одна на весь храм он забыл, что говорить-то. А она стоит спокойно и этого никак нельзя было даже ожидать. А постепенно все это доходит. И наконец, человек теряет над всем контроль. Во время, даже сейчас, она не так делает. Не буду я прервать пробовать и говорить. А он стоит держится за этот змею. Там я называю змеюшник этот. И вот это на сегодняшний день у нас в России. А что делать? Я могу призывать только к молитве и никого не бойтесь. Никого. Почему? С нами Бог. Покоряйтесь и идите. Что такое смерть? Она и так, и так придет. Ну, которые там ушли. Домна не попала в первое сожжение. Показалось-то второму ее захватили и остальные там первый раз 20 тысяч сожжили, второй раз 12. Анфима Некомедийского. А почему так? Я был когда в Синоде и попросил нам присвоить это звание, потому что лагерь нас сжигали много раз, 18 раз. И поэтому мы к нему обращаемся как покровителя, если можно так назвать. Прочитаем дальше. Деяние 12.1.2 В то время царь Ира поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло. И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видите, это понравилось народу, это я к тому, чтобы это было, это и пришло. Не будет только то, что было с Норьем. Господь дает обещание, потопа больше не будет, прольется огонь. А сегодня это мы знаем, какой огонь, какие орудия, бежать никуда не надо. И дальше деяние 21.25. А в уверовавших язычниках мы писали. Положи, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идола жертвенного, от крови, от удавленной и от блуда. 21.25, прочитали. Ну вот и все. Что нам заповедано, то будем делать. Господь заповедал. Я вчера на эту тему говорил, что на всех соборах присутствовало 1500 епископов. На месте взятое. И сегодня их вот так всех отстраняют в церкви. Я был сейчас вот на занятиях семинаристов в Мезы. Отец Геннадий Пас был здесь. Я все-все записывал. И свободно священие говорит, это было, ну это было на юге давно, а мы на севере живем. И о посте также рассуждают. Я вчера объяснял, что такое экономия. Прелюбодейная. Это выдумано сатанинское слово. Сам из священника убирает, ни за что эпитимии нету, то есть 100% смерть. Зато вот, говорит, если нет эпитимии, гибнут оба. И тот, кто допускает до причастия много больных и немало умирает. Вот о чем речь идет. Иоанна 15-20. Я говорю, какие будут гонения и что мы должны делать. Гимок понесут как не угодно. Велика награда на небесах. Терпите. Никого не проклинайте, а благословляйте. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Вы это испытали на своей жизни? Если этого не было, задумайтесь сами. Открой снова и читай. Иван Григорьев, и я на 15-го гнаю на меня. Как его гнали? Он говорил, преследовали, схватили. Буду гнать и вас. Пустота, ничего нет. Как так? Ты доверующий? Да. И на работе работаешь. А знают? Нет. А почему не знают? Ну, не знают, да и все. Ну, а дома-то иконы где? А я в шкафу там за пужерами поставил. А крестик когда проверяют, а у меня клямочки майки пришиты с той стороны. Это я в прошлые годы так было. Гнать тебя никто не будет. Ты никому не нужен. Если ты христианин, ты должен найти возможность свидетельствовать. Любой там бомж где-то, трамвай где-то. Парой слов. Сегодня кое-что просчитаем. Что такое бестактность? Знание есть. Все бестактность. Ничего не даст. Как подойти? Сегодня, вчера я выставил этот материал. Не мой материал это. Не православный. И там даже, ну, чтобы я выправил, показал по-православному. Все написано то, что приемлемо нами. Ну, есть такое, что вот ласковые слова. У нас ласкательства не должно быть. Когда к океану крестителю подходили, он крестил их сначала по-другому. По рождению, ехиднины. Кто внушил бежать? Сегодня у половины разбежали сразу. Ты что-то на себя берешь такую миссию? Ты не змей? Ты чего, работаешь или где? Я тебя кормлю. Слов много бы нашлось. Его никто не кормил. Под камнями находил мед и ловил акрилу. И дальше читаем Откровение, 8 глава, 7, ну, и по 16 стих. Я слово треть на пальцах замещайте, что третья погибет. Восьмая глава, 7 стиха Откровения. Первый ангел острубил. И сделали изград и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел острубил. И как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел острубил. И упала с неба большая звезда, горящая под дом на светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя всей звезде полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел острубил. И поражена была третья часть солнца, третья часть луны, и третья часть звезд. Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня, не светла была, так как и ночи. И видел я и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, 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 живущим над землей от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить. горе, 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 двадцатый стих, прочитайте-ка. Какой вывод? По-моему, здесь это. А, это, наверное, шестнадцать двадцать. Давайте, посмотрите. И всякий остров убежал, и гор не стало. Понимаете, что такое? Остров убежал, горы не стало. Толкование какое? Остров, это храмы. Горы, это настоящие священники. И это уйдет из этого мира, где-то будет скрываться только все. Вот так открыто, этого не будет. А война объявлена будет всем религиям, какие есть на земле, потому что он один и все себе должен починить. Это последняя схватка на земле, последнее доказательство. Дьявол хочет это все на деле показать, что люди его не знают. Настоящий, он когда на небе был, ему третий счасть поклонилась. Третий счасть, у него язык подвешен был. И он день и ночь клеветал на братья на земле и на небе, и на Бога, и хотел поставить себе престол среди богов постановлю себя. Вот откуда это все идет непокоривость. Жены не покоряются мужьям, дети не покоряются родителям. Это все оттуда. Ну а зачем Бог допускает? Я на то взгляд, для того. Дьявол как бы говорит, мы не слышим. Ты мне дай власть. Я докажу, что я не хуже твоего поправлюсь с народом. Ну ты сотворил, согрешили, согрешили. Такое-то я могу сделать. Вот он сейчас делает последнее, ему дано. Ну и в конце, когда ничего не получится, а только на убийстве, а он лжец-человек-убийца, Евангелия Теана 844, и вот тогда ангелы, видя, что ничего не получилось, разваливаются, все трещины замазывают грязью, ну лживыми доказательствами. Ну коммунизм был, обещали, в 62-м году, через 20 лет, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Ну, это 82-го года, мы уже в коммунизме живем, вы не забывайте. И обещание было, и материалы выпущенные, получили. Гейтлер создал государство, 1000-хер-гес-райх, тысячелетнее царство, 13 лет просуществовало, и лопнуло, и ничего нету, кроме проклятия в его адрес. Это неоднократно делали. Дьявол еще раз, никогда не получится, и говорит, ангелы рукоплещут. Опять не получилось, и никогда не получится, ты лжец. Вот как будто ангелы рукоплещут, мы, правда, не слышим, но должны прислушаться. То, что затеял он сейчас, вот это дело, воцарение, оно кончится самым страшным крахом. И самое большое переживание будет не у нас, а у того народа, который его примет. В конце они увидят, что он окажется и необрезанный, и он объявит им войну, и остаток Израиля спасется. Это говорит нам апостол Павел. Мы знаем, как будут события до одного дня. При них будут два, две маслины, будут проповедовать, это, как говорят, внуха Илья, 1260 дней. Не 261, и не 19, 1260 дней, до того дня высчитано. Их нету, они на небе. Их очень, они знают, придут умереть, и будут проповедовать. И кто будет им сопротивляться, огонь будет пожирать их. И, наконец, будут убиты. Какие подарки, правители друг друга будут. Они неуязвимы были. Но это Божий план. И тогда они воскреснут внезапно и подняты будут на небо. Вот события, которые вплотную, мы подходим. Сегодня они уже объявляют, кто пришел, не пришел. Строить храм, это очень быстро делается. Одним махом, там, а-ля-як, это убрали, и сразу строят храм. Все подготовлено к этому. Алармовое состояние. Запомните, колокола бьют нам со всех сторон. Чтоб потом не говорили, а нам никто это не сказал. Наша жизнь в руке Божией. Еще раз прошу, глаза не надо закрывать и лишнего не говорить. Патриарх об этом и сказал. Но определять по какой-то карточке, кто кому враг, кто друг, это мы никогда не пойдем на это. А это я попротив генерального курса тех, которые все это закрывают. Это, ну сколько, два дня назад патриарх выступил. Дальше считаем. 9-12 откровения. Острова сдвинутся, и горы там. Никогда не подумал толкать. Острова храмы, которые верные, а горы это высокие священства и будет до второго пришествия. Надо знать, где они. Стараются связи налаживать. И это все в один день пройдет. Сегодня что они хотят, чтобы все струнулись с места. Зона объявлена зараженной. Все до одного выметаются, двери не запираются. Как это пройдет, в каком государстве, не знаем. Но русские люди не сразу пойдут. Вчера показали, как в Германии делают. Смотреть даже страшно. Митинг. Как сваливают, лежащие, пинают, бьют, в крови идут люди. Это сегодня уже нельзя, это никак. Ну и, я думаю, не понял, кто это, и вдруг немецкий флаг. Вот мы смотрели вместе. Германия. И поэтому сегодня говорят, какую роль Германия будет. Первая, вторая через них, и, наверное, третья будет. Вполне вероятно. Но мы должны готовиться не к этому, не к Антихристу, а к пришествию Христа. Предстать чистыми, неповрежденными. Господи, благодарим, Ты нас предупредил. Мы не устояли ничего. Мы говорили об этом. Мы испытывали эту силу, эту радость, которая нас наполняет. Он придет, потому что предыдущие события, мы знаем, когда особенно бывает холодно, перед самым рассветом и прочее. Какая тьма бывает. Итак, 9-12. Одно горе прошло, вот идут за ним еще два горя. Сколько горе? Два-три. Кто считает, это Третья мировая война? У меня стихотворение есть написано такое, Апокалипсис. Ну, это где-то 8 лет назад. Я говорю, перед Армагеддоном в ретортах и в пробирках выпаривается смерть. И как она выйдет и будет у себя пророческий стих, я писал, сам не знал, что писал. А сегодня это подхвачено на весь интернет и, ну, видите, откуда что идет. И под названием Грипп там указано. Даже слово Грипп стоит в ретортах выпаренный. Ну, это я не могу задним числом сказать не было. Не было, потому что оно стоит уже 8 лет в интернете. А сегодня за него ухватились, показывают. И сегодня составили один Акапис, Акапис новый, ну, это юмористы. За все. Вот как люди обманывают церкви за то, что стрибролюбие такое, вы погибшие приняли за истинный. Каждый жест. Развод по одной причине неверно. Сегодня в Патриархии 12 причин придумали, чтобы, ну, то есть, узаконенное многоженство на официальном уровне. По-другому никак. Самоубийство не отпевали. Можно отпевать. То есть, все такое. И на все, каждая строчка нельзя без страха, без улыбки считать. Как бы Акапис, злодейством нашим, которое совершается, может быть, нами, родными нашими. Благо, у нас этого нет. Так. 9-12. Просчитали мы. И 18-й стих. От этих трех язв, от огня, дыма и серы, выходящих из арта, умерла третья часть людей. Понимаете, третья часть людей. Я не знаю, совмещать эти места с другой. Отдельная третья часть, две трети. Или только одна будет. Не знаю. Ну, а что, определенно третья часть. Дымы и прочее. Тут можно догадываться. Откровение 11-14. Мы этой книге мало места уделяли. Сегодня побольше. будет 11-14. Вот горе прошло. Вот идет скоро третье горе. Вот еще. Дальше. 12-4. Хвост его увлек с неба, третью часть звезд и поверх на землю. Дракой, дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит пожрать ее младенца. Это рождение духовное от проповеди и змей уже тут караулит. Материал, который, если не знаете, как работать с каждым человеком, как-то зайдите на меня, я вот это скину. Повторяю, не православный человек написал, протестант, но настолько тонко, какой вопрос и каждый ответ давать, как надо. у меня такой материал был, но он в сжатом виде был. Найдите поприще себе, не с пустыми руками, чтобы прийти. И вот мне, буквально вчера было там, у нас, говорит, была там рядом женщина и пила, и валялась, и все. И вдруг сектанты подошли, дали ей брошюрку, 50-ники. Так она за это время, за год, все раню перевела туда. И везде все раздает, и теперь насунулась на тот, который с нами вместе. Он понимает, что это такое? Если бы мы-то так работали, судить это проще всего. Но у каждого где-то, если Бог позволит, найдите что-то доброе. Вот это я беру и распространяю. Как беседовать? И там по-разному. Работает он на работе, не работает, дороги, в заключении, с каждым как разговаривать, какое главное место Библии надо знать. А дальше, чтобы человек сам ответил на это. Да благословит нас Господь в этом алармовом состоянии быть бдительными, ибо Господь грядет да будет ему слава великая. Ибо Он победитель после всех победителей вас сядет на престоле, и перед Ним каждая преклонит колено земных, небесных и преисподних. Слава Тебе, Отец, и Святой Дух. Аминь.